Продолжение следует... 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 Я говорю, кто-то сегодня будет принимать Б, увидит эту курицу, насрёт в штаны, раунд будет слит, и вальф все похлопают в ладоши. Мы не выиграли там, знаете, вот отмазка. Почему мы не выиграли чемпионат мира? Да просто курица. Просто вот курица бегает. Хотя, знаете, курица в полотенце завёрнутая тоже неплохо. Ну, так, а я пока что вижу счёт 14-1, и мне вообще страшно становится. Минута есть на тимтолку команда. Ну, по Total Damage Дилду всё здесь понятно, но мы видим, как играют вот некоторые парни, особенно Солик, который просто рачок. Что у нас делает Рак? Ну, Рак играет как команда из Индии, а вот индусы играют вообще жёстко. У них, ох, 882 Total Damage Дилд от SMX, но он, да, сильный. В паре раундов мы видели, как он выстрелил. Ну, смотрим за завершением, наверное, уже, да, этой встречи. Напомню вам, друзья, что сегодня мы смотрим группу С и группу Д. Группу С комментирую для вас я. Вчера мы посмотрели один матч группы С. Это Фнатик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как приняли сейчас альтернейтов-то на Б. Посмотрите. И продолжается контактная перестрелка. Так, Ридз. Ну, вот ему нужно было здесь... Ну, зря отходит. Вот индийская команда. Ошибка на ошибке. Им нельзя было сейчас отдавать другую. Надо было сжать мид. Но они испугались Д. Коев, мид поджали. Но поздно. Ридз. Еще один минус. С. Отлично. Не дал занять темный ботскую позицию. И бэшечка будет принята, походу. Слушайте. А то ЕГейминг могут взять сейчас пистолетный. И даже... Даже порадовать нас этим. Может даже подерутся. Не будет все в одну калитку сыграно. Так вот, о чемпионатах. Нет. Все-таки на Б. Все-таки на Б пошли альтернейт. Потом поговорим о чемпионатах. Ох. Вот одни хэдшоты, слушайте, от индийской команды. Я даже не знаю. Рак просто психанул. Ворвался. Но вот его тут опустили сразу на место. И 14-2. АТЕ гейминг берут. Я готов за них болеть. Гоу-гоу АТЕ. Все. С детства за ТЕ. Трэшик уже и зовет играть. Красавчик. Не. Погнали. Кристалл минус Смит. Ну вот немцы мстят, ведут на пистолетах и разрывают Б-плэн. Только-только я поверил в индийскую команду, как она начинает. Ну вот только мы поверили в нее, реально, и они начинают сразу же отдавать Б. Ну 3 в 4. Один бизон есть у немцев. Если не будут торопиться, то смогут выбить. Вообще плент пробить с девайсами не очень-то сложно на самом деле. У атаки нет флэша. Один бизон. Но, по-моему, АТЕ гейминг решили, что все-таки они отдадутся на это. Почему не взяли раунд? Потому что бомба взорвалась. Почему проиграли игру? Ну, не было дефузов. Все просто. Почему вы проиграли? Все просто. Они ходили на Б. Знаете, интервью постматчевая с АТЕ гейминг было бы, наверное, именно таким. Вот бедняга пытается сейвить девайс, но Хрусталь его вообще не прощает. 15-2. И шанс, который АТЕ гейминг, казалось бы, себе вырвали, оказался фейком для них. И вообще ложью сплошной. Поэтому верим в то, что сейчас они смогут что-то сделать. Ну, следующая встреча у них с Астаной Дрэгенс, друзья. И мы эту встречу будем смотреть, разумеется. Не, ну, я помню, знаете, на ЕСВЦ, на одном из ЕСВЦ, когда Нави играли с Алжиром, никто это не хотел смотреть, а Алжир взял 10 раундов. Здесь же, как бы, мога же... Индийская команда, я считаю, у Астаны Дрэгенс вполне взять свои там 10 раундов, если они реально понимают, что от них требуется в матче. Так, ну и будем смотреть, наверное, с автодиректором. Он нам показывает поджим на коврах. Ну, поджим на инфу от АТЕ. Он вынужденный, потому что они просчитали Аплент, не было контакта, и сейчас самая главная задача это угадать. Ну и Ридзлмс, будет ли он убивать, я не знаю. Рак, выход на 15 его принимает. Криш, отлично. Хорошо, отыграли. Отдается Б, Аплент, после этого контакта у АТЕ гейминг. Это ошибка, но Ридзлмс там принял. Нам показывают Тейса, который пошел искать девайс, зачем, непонятно. Эсмо ворвался на экшен, забрал всю хелпу. Действия в АТЕ продолжаются. В меньшинстве АТАКС и Кристал уравнивает шансы. Но, опять-таки, СМХ, ФАМАС, от минус Кристал, Плент нам показывают Тейса. И 5-7 на 15-3. Вот самый важный фраг от Тейса, но автодиректор нам давно не показал экшена. Самого-то интересного, самого лютого. Все было забито, забанено, беда. Так, 15-3. Ну, еще, наверное, раунда 3, может быть, попробуют АТЕ как-то вытащить. Я бы на их месте старался, на самом деле. Не, ну вообще, команде из Индии можно хорошо, теоретически можно хорошо выступить на международном крупном чемпионате. Только при одном условии. Если это будут реально 5 человек, которые хотят одного и того же. То есть, единомышленники. Единомышленники-задроты, да. И если эту команду возьмет какой-то опытный прогеймер, там, бывший, да, или хотя бы... Ну, вот, в России раньше была такая пословица, да, в киберспорте, в киберспортивных кругах. Типа, берем и зовем Груа, а он делает команду, да. Ну, здесь просто, ого, вот, после такой курицы я бы уже, наверное, зажал на месте Ридзлунса. Но он готов, он готов ко всему, готов противостоять. Как, видимо, ТАКС думают, идти на Б или не идти. На инфу никто не собирает у АТЕ Гейминг, хотя 50-ая секунда, они ждут раскидки. И Б плент могут сейчас не принять, если атака пройдет в пятером. Так, ну, смотрим, альтернейт. И Кристалл сразу на авик встает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как играет игрок индийской команды? Пошел врыв! Феликс минус Ридзлунс. Все, все, хелпа убита, плент должен играть, но и он не играет. Мид-хилфа забирают и в 2-3 выходят на выбивание Криш. Ну, на Криша вся надежда, тут он тащил 2 раунда и давай. Не, у Аркадия на кафели, СМХ дает размен. Эсма 1-2 на АВП! И его посадили в плент на попу. 15-4, АТЕ Гейминг берут еще одно очко у немецкого коллектива. Неплохо, неплохо. Так вот, нужен просто буткем по такой команде, как АТЕ, где-то в Европе, чтобы они посидели, поиграли месяц. Желательно полтора. Ну, чтобы было полтора месяца на отдых и на игру. Ну, то есть обычно на буткемпе, вы что, вы же не можете постоянно играть, да? Играйте в режиме, недельку отдыхайте, потом опять играйте, вспоминайте, что было и едете на турнир. И все у вас должно быть хорошо. Ну, по логике. Команда может быть готова к турниру. Просто, опять же, не каждый коллектив, не каждая организация, особенно там из стран Средней Азии, может позволить себе буткемп в Европе. Это действительно дорого. Но вот буткемп в Киеве, знаете, в арене многие бы хотели, я думаю, провести из этих команд. Мне об этом известно. Потому что интернет, потому что компьютеры, потому что все круто. Так, ну вот хорошие поджимы, но они угадывают немножко. СМХ с коврами. Криш, АВИК и... Мне вообще интересно, сколько играют эти парни. Ну, нормально, а ты вообще, чувак из Франции играет за команду. Ну, это смешно. А, ну, тут как, ну, я не знаю, тут все понятно, по-моему, да? Он что, аккаунта взял погонять? А, да-да-да-да-да-да. Он, походу, взял аккаунта просто у кого-то, потому что, скорее всего, на его... Или купил аккаунт новый, я не знаю. Просто есть такой расклад, что... Или это его аккаунт? Непонятно. Непонятно. Есть такой расклад, что Steam может не работать просто. Steam аккаунт некоторых игроков. Ну, вот это Криш поджало. Ну, не туда ты поджимаешь. Опять альтернейтов напугали под B. Мидхлеб уходит. И... Мидхилл. Мидхилл с 5 хп. После проброса хлпы. Ну, и уже все не так радужно выглядит. Для команды АТЕ. Но на второй половине они начинают очень хорошо. Знаете, даже радует. Вот раунд на бомбе 17-й был интересный. Очень-очень. Очень. Ого. Эквипмент вообще просто. Царь сатана. Виздал. Немцы, по-моему, просто хотят железно сыграть сейчас в этом раунде. Поэтому у них очень долгая... Долгая интересная схема атаки. Они вправе под B остались стоять. Вот так. Двадцатка падает от АВИКа. Мидхилл стянулся. И... Ну, вот в этот самый момент индийская команда не ждет этого выхода на B. И Риддлзмс может не принять. Минус один только делает. Разменивает его Солик. Но это бомба. Это бомба. Ну, вот так вот. Как говорится, говно в воде не тонет. Вот сказал бы, наверное, сейчас какое-нибудь ухо. Но смешно моделька плавала, правда. После курить, знаете, ничего не хочу. Но это должно быть 16-5. Должно быть 16-5, если СМХ сейчас не возьмет раунд для своей команды. Так, ну, а мы его потом заценим и... Минус Солик. Два в одного. Ой-ой-ой-ой! Дефуз есть! Есть, Дефуз! Давай, успеешь! ГГ. Все написали ГГ. Ну, грустно, конечно, грустно. Да, прощаемся с индийской командой. Это их последний матч, по-моему. Не, ну, они еще сыграют в свои встречи. Но так как они даже, несмотря на то, что они темная лошадка, я сомневаюсь в их уверенной игре. В сегодняшнем игровом дне, опять-таки. И, ну, статистика, конечно, статистика уже не работает. Как я понимаю, не сохраняется. Так, ну и раунды на бомбе, конечно, были веселые. Что ж, друзья, дальше мы с вами смотрим за рубу. АТЕ Гейминг сыграют с командой Астана Дрэгенс. И я даже не знаю, смогут ли парни из АТЕ что-то показать против АДЕ. Потому что Астана действительно очень сильный оппонент. Я напомню вам, что и СВЦ, группа С. Сегодня мы ее смотрим. Матч Астаны Дрэгенс. Все воды на Dailymotion канале. Воды на YouTube появятся только к понедельнику. Так.